100 метров глубина сейчас под нами Вот, вот, смотри! Все, я бы плампалю Эксперимент прошел хорошо Мы все вармяем, подрезаем аккуратно Очень вкусно Вот он, денечек Мы в Телебербке В июле 2020 года мы отправились в Телебербку проверить Что же влечет туристов со всего мира в этот маленький поселок на краю света В этом видео мы расскажем, где же находится Телебербка Как туда добраться Что там можно посмотреть и попробовать Ну и, конечно, сколько все это стоит Ссылки на все полезные ресурсы будут в описании под видео Там же вы найдете карту с основными достопримечательностями Которого можно скачать Телебербка – поселок на краю света За Северным полярным кругом Дальше только бескрайняя Арктика Территориально – это Мурманская область Кольский полуостров Берег Баренцева моря Который, в свою очередь, входит в акваторию Северного Ледовитого океана До Мурманска – 130 км по земле До границы с Норвегией – 200 км по воде До Северного полюса – 2320 км Да, Териберка – это то место, где, если повезет, их можно встретить Вероятнее всего, во время морской прогулки Случаи, когда киты подплывают к лодкам, не единичны Также наблюдать китов можно с берега Или даже из ресторана с панорамными окнами В этой поездке кита нам встретить, к сожалению, не удалось Но мы смогли увидеть косатку с берега на мысе жилой Мы только что увидели косатку Вот, вот, смотри Морские прогулки Помимо китов, во время них можно посмотреть живописные берега Птичьи базары Встретить морских котиков, дельфинов И доплыть до старого маяка 100 метров глубина сейчас под нами Организованных морских прогулок в Териберке нет Нужно договариваться с рыбаками или спрашивать у местных Они с радостью дадут телефон того, кто сможет вас покатать Лодки отправляются от причала недалеко от песчаного пляжа В среднем они рассчитаны на 10 человек Поэтому выгоднее найти компанию В сезон это не составит большого труда Баренцево море богато рыбой и морепродуктами На рыбалки сюда приезжают любители со всей страны Удочку и снасти для рыбалки Также можно взять в аренду во время морской прогулки Териберка находится на широте за полярным кругом Летом солнце не садится за горизонт здесь С 21 мая по 23 июля То есть 64 дня С 23 на 24 июля солнце впервые ушло за горизонт Но через 45 минут вернулось Зимой же наоборот Солнце не появляется В 2020 году 30 ноября наступит полярная ночь И в следующий раз солнце взойдет только 12 января 2021 года И как раз полярная ночь Это лучшее время для наблюдения северного сияния Невероятные цветные всполохи в небе Манят сюда туристов не только из России Есть сайты прогнозирования этого явления И специальные отели с панорамными крышами Приливы в Баренцевом море ощутимые На этих видео видно, как сильно упала вода Разница между самым высоким и низким уровнем около 3 метров Вид одних и тех же мест с разницей в несколько часов очень отличается Ходите пешком, наслаждайтесь тишиной Любуйтесь видами сопок и озер Красками тундры, запахами моря Вот так можно есть? Да Вкусно Вообще не отличается от того, что в магазине на самом деле Обязательно прогуляйтесь на водопад И спуститесь вниз к пляжу Яйца драконов Который назван так из-за формы камней Вас наверняка ждут встречи с животными Мы во время прогулок встретили куропатку, зайца и лису Загляните на метеостанцию И песчаный пляж Здесь вы можете увидеть выброшенный на берег старый корабль Покушать в уютном кафе или ресторане И покататься на больших качелях прямо у воды Также вас ждет незабываемая встреча с северными оленями и хаски Летом с ними можно пообщаться и покормить А зимой покататься Также тут можно купить очень вкусное варенье и настойки из северных ягод У них такие мягкие рожки И сейчас пока их трогать нельзя То сказали, что они еще будут молодые Еще и склонные, сосудиковые А потом они сейчас в этом месте закостелеют И будут как-то у них висят Они их каждый год скидывают Такие мягкие Я никогда не видела Тут вообще бартер А недалеко от пляжа, за мостом, можно увидеть место, где проходили съемки фильма Левиафан Большая волна популярности И вместе с ней поток туристов Пришли в Териберку, конечно же, после выхода фильма Звягинцева Левиафан Который, наверняка, многие смотрели Мы сейчас пришли на место, где проходили многие съемочные дни Место, где стоял дом главного героя по фильму На самом деле там дома никакого нет И сейчас тоже ничего нет Просто площадка Кладбище кораблей Необычные достопримечательности Риберки Отслужившие свой век судна Нашли здесь свое пристанище Их каркасы словно скелеты больших рыб Очень атмосферное место, которое стоит увидеть Прежде всего нужно добраться до Мурманска Из Санкт-Петербурга это можно сделать на самолете за два часа Или как мы на поезде Мы решили, что поезд это уже часть путешествия За сутки в пути поезд проезжает 1454 км по живописным территориям Ленинградской области, Карелии и Мурманской области Поезда отправляются с Ладожского вокзала два раза в сутки Мы выбрали вечерний вариант Из Москвы вариантов еще больше, самолеты летают чаще, а стоимость всего 2000 рублей Из Мурманска до Териберки можно добраться на автобусе номер 241, который ходит всего один раз в сутки На автомобиле Автомобиль можно арендовать и ехать самостоятельно Обязательно позаботьтесь о запасе топлива В Териберке заправок нет А можно воспользоваться трансфером Средняя цена за машину 5000 рублей Когда мы ехали туда, нас довез хозяин квартиры, которую мы снимали Приготовьтесь потрястись Первые 80 км асфальт, а потом от поворота еще 40 км грунтовки И как награды к самому поселку еще участок гладкого асфальта Сейчас вариантов размещения достаточно много На любой вкус и кошелек Бронировать я бы рекомендовала заранее Направление популярное, особенно в выходные дни Для начала разберемся в районах поселка То, что за мостом, старая Териберка Здесь песчаный пляж, рестораны, пивоварня Мест размещения достаточно много Но если вы перемещаетесь пешком, как мы Я бы все-таки рекомендовала остановить свой выбор на районе Ладейне Оттуда примерно одинаковое расстояние до старой Териберки и до водопада Есть магазины и пекарня Мы, когда выбирали, отталкивались от стоимости и от расположения И важным фактором было наличие собственной кухни Проживание в квартирах мы воспринимали как погружение в атмосферу 90-х Кушать можно в кафе, в старой Териберке, в ресторанчике по пути, на природе или дома В магазинах, в принципе, есть все необходимое Но цены значительно выше, чем в супермаркетах Мы предусмотрительно закупились в Ленте, в Мурманске В местных магазинах докупали свежевыпеченный хлеб и питьевую воду Как такового рыбного рынка или магазина в Териберке нет Но купить Дары Моры не проблема Почти любой местный даст вам телефоны рыбаков Ассортимент 3СК, самая ходовая здесь рыба Мы покупали, варили уху и жарили филе Морские гребешки жарили на сливочном масле прямо на берегу Чтобы его открыть, мы подрезаем аккуратно с одной стороны прямо вдоль раковины Открываем раковину На самом деле есть не сам гребешок, а есть вот эта круглая, так называемая, пяточка На самом деле это мышца, которая держит две створки А само тело моллюска, и это вот это все остальное Вот такая полевая кухня вышла, на самом деле эксперимент прошел хорошо Выглядит вполне готовыми Похоже, по вкусу нечто среднее между креветкой и очень-очень нежной белой рыбой Чуть-чуть такой сливочный привкус из-за масла присутствует, ну лимончик чувствуется Очень вкусно, я, если честно, думала, что это что-то будет такое склизкое Как из морепродуктов В общем, будете в Терибурке, обязательно попробуйте гребешки Морские ежи Их едят сырыми, и один килограмм на троих нам вполне хватило Очень насыщенный вкус Вот это денечек На дне живут какие-то знатные рыбаки Вот они нам подобрать и душевные отдали немножко своего улова Помимо уже перечисленных морепродуктов, они подарили печень трески Приготовили мы ее по рецепту суперповара, варили в масле Получилось очень нежно То, что продается в желтой банке, совсем не то Обязательно берите средства от насекомых, и желательно несколько И не мази после их укусов В зависимости от сезона вам понадобится крем от загара Гигиеническая помада или защитный крем для лица Берегите свою кожу Утепляйтесь Но будьте готовы к любым сюрпризам Например, мы чаще пользовались купальниками, чем куртками Но пригодилось и то и другое А в море всегда ветрено Стоит ли говорить, что обувь должна быть удобной Для длительных прогулок И ее должно быть не жалко При хождении по камням отдавайте предпочтение рельефной подошве Непромокаемый вариант будет в тундре очень кстати Берите с собой мусорные пакеты Убирайте за собой и может быть за тем, кто чуть менее культурный, чем вы И тогда вот таких картин будет меньше Наслаждайтесь Наверняка каждый найдет в этих местах что-то свое Кто-то видит здесь разруху и одиночество Кто-то силу духа и силу стихии Пусть ваши впечатления будут только вашими личными Прожитыми, прочувствованными Открывайте для себя новые, интересные и красивые места в России Путешествуйте с азарством и подписывайтесь на наш канал Путешествуйте с азарством и подписывайтесь на наш канал